Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Снова зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, 86 из которых медработники. Столичные больницы переполнены. Неизвестно, справятся ли врачи с таким количеством пациентов. Сегодня был последний день, когда кандидаты в президенты могли предоставить в ЦИК подписные листы в свою поддержку. Первые претенденты подписали кодекс поведения и обязались не атаковать друг друга. Подросток, который пропал неделю назад, был найден мертвым. Представители полиции утверждают, что его сбила машина. Водитель пока не найден. Слезоточивый газ, наручники и задержание прямо на улице. Несколько молодых женщин были остановлены полицией после того, как одна из них нарушила правила дорожного движения, отказалась предъявлять документы и использовала нецензурную лексику в адрес стражи правопорядка. Сегодня начнем выпуск с новостей, связанных с коронавирусом. В Молдове второй день подряд. Более тысячи новых случаев заражения COVID-19. Сегодня подтверждены еще 1022 случая инфицирования. Общее число больных коронавирусом превысило 54 тысячи человек. Из общего числа заболевших 86 медицинские работники. За последние сутки в Республике Молдова подтверждено еще 1022 новых случаев заражения вирусом COVID-19, семь из которых завезенные. Общее число заболевших достигло 54 тысяч 64 случаев. За последние 24 часа было проведено 3 тысячи три теста. 649 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 42 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из общего числа заболевших 86 медицинские работники. Вызывая тревогу и количество смертей от коронавируса, за сутки скончались еще 16 человек. Всего же от опасного вируса умерло уже 1336 больных. Представители национальной армии сообщили, что COVID-19 унес жизнь их 32-летней коллеги. Речь идет об Ольге Прокопенко, которая с 2019 года работала психологом в полку генерального штаба бригадный генерал Николай Петрица. Министр обороны Александр Пынзарь заявил, что в память о лейтенанте в пятницу флаги всех частей воинских гарнизонов будут приспущены. Кризис в системе здравоохранения. В большинстве столичных больниц не осталось мест для пациентов с COVID-19. В РКБ в реанимации для инфицированных коронавирусом занято более 50 мест. Заполнено и отделение COVID-19, где 115 коек. Информацию для нашего телеканала предоставила пресс-секретарь учреждения Марина Зиблюк. По словам заместителя директора городской клинической больницы номер один, там также заняты все 175 мест для пациентов с COVID-19. Не лучшие обстоят дела и в институте матери-ребенка. По словам пресс-секретаря учреждения Максима Казаку, секция на 30 коек заполнена полностью. В больнице Архангела Михаила осталось только 6 свободных мест из 250. Однако официальные лица заявляют, что идет непрерывный процесс госпитализации и выписки, поэтому цифра может изменяться в любой момент. Тем не менее, представители системы здравоохранения отметили, что врачи с трудом справляются с большим потоком пациентов. Установленный властями республики красный код уровня заражения COVID-19 не пугает жителей Молдовы. Люди продолжают гулять по паркам и толпиться на рынках, не соблюдая установленные санитарные нормы. Пожилые тоже не остаются дома. Граждане говорят, что они либо не знают о новых ограничениях, либо находят причины для того, чтобы покинуть свои жилища. Не лучше обстоят дела и на детских площадках, куда доступ малышам официально запрещен. В общественных местах ношение защитной маски обязательно, но на центральном рынке столицы эта мера не соблюдается. Одни покупатели не только без масок, но и не соблюдают социальную дистанцию. У других маска только для красоты, прикрывает только подбородок. Некоторые вспомнили об этом важном аксессуаре, когда увидели нашу съемочную группу. Почему вы не надели маску? В городе красный кот по коронавирусу. Возможно, но я не верю всему, что происходит. Если кто-то не носит маску, я тоже ее не ношу. Прошу прощения, я хожу по рынку, голова другим занята. Почему не соблюдаете эпидемиологические меры? Мне это не нужно. Меры профилактики и защиты не соблюдают и продавцы. Почему вы не надели маску? Я задыхаюсь. Здравствуйте, почему вы не надели маску? Ой, вот я сейчас только что отпустила товар. Боже ты мой. На улицах и в парках Кишинева можно встретить людей старше 63 лет. Им рекомендовано выходить из дома только для того, чтобы купить необходимые товары в ближайшем магазине, посетить врача или зайти в аптеку. Сейчас я иду домой и не буду выходить. Сейчас народу здесь нету много. Можно посидеть. С сегодняшнего дня доступ на детские площадки категорически запрещен. Однако многие столичные родители не знают об этом, поэтому их дети свободно играют в таких местах. К тому же взрослые говорят, что не могут держать малышей запертыми дома и не боятся коронавируса. Я не боюсь, если честно. Я не думаю, что есть проблемы с прогулкой по парку. За детей тоже не боитесь? Нет. Нет. В Кишиневе установлен красный код опасности по коронавирусу. Я не знал. Сегодня вечером я прилетел в Молдову. Вы тоже без маски? Да. Откуда вы? Из Норвегии. Разве вы не должны быть на карантине? Нет, я водитель-дальнобойщик. На сегодняшний день доступ на детские площадки закрыт. Я не знал. Только в нашей стране, в Молдове, такая опасность. Красный код по уровню заражения COVID-19 был установлен в Кишиневе и Бельцах, а также в 23 других населенных пунктах страны. Соблюдение социальной дистанции в один метр остается обязательным вне зависимости от количества людей, присутствующих в общественных местах. Также запрещено собираться группами более трех человек. Лицам старше 63-х лет нельзя находиться вдали от дома и в общественных местах без острой необходимости. Красный код также не разрешает находиться на детских игровых и спортивных площадках, в парках развлечений и зонах отдыха. Страны мира ужесточают противоэпидемиологические меры. Правительство Испании объявило, что Мадрид ограничивает поездки из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом. Чехия вернется к чрезвычайному положению уже в понедельник, а правительство Нидерландов меняет свою позицию в отношении защитных мер и рекомендует гражданам носить маски в общественных местах. Румыния вводит новые правила пересечения границ. Премьер-министр Италии намерен обратиться к парламенту, чтобы просить о продлении чрезвычайного положения в стране до 31 января 2021 года. Здоровье Мадрида — это здоровье Испании, сказал министр здравоохранения страны, объявив, что новые карантинные меры вступят в силу в ближайшие дни. Город с населением более чем 3 миллиона человек будет закрыт для тех, кто пребывает не по срочным делам. Попасть в Мадрид смогут только те, кто едет учиться, работать или на лечение, но не на отдых. Будет ограничена работа баров и ресторанов. Допустимое количество людей на собраниях уменьшено до 60%. Ухудшается ситуация и в Чехии. С 5 октября власти решили ввести чрезвычайное положение. Чешское правительство может ограничить свободу собрания. Суды смогут налагать более высокие штрафы за нарушение карантинных мер. Оппозиция обвиняет исполнительную власть в том, что она слишком поздно отреагировала на опасные сигналы, которые были очевидны в течение длительного времени. Большинство вузов перейдут на дистанционное обучение, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам обязательное ношение масок в общественных местах в связи с резким ростом инфицированных COVID-19. Ранее в стране повторно ввели антикоронавирусные меры. Была ограничена работа развлекательных заведений и снижена допустимая численность людей на собраниях. Через две недели после открытия школы Румыния установила новый антирекорд по количеству заболевших. Более двух тысяч случаев за истекшие сутки, а количество вспышек заболевания увеличилось в несколько раз. Власти объявили, что если этот показатель будет превышен, они предпримут решительные меры в каждом уезде, чтобы предотвратить распространение вируса. Кроме этого, введены новые правила для прибывающих в Румынию. Люди, приезжающие из стран с повышенным эпидемиологическим порогом, будут помещены в карантин. Тем не менее, они смогут избежать двухнедельной изоляции, если сдадут тест на COVID-19 на пятый день, и он окажется отрицательным. На прибывающих на румынскую территорию не более чем на 72 часа карантинное ограничение не будет распространяться, если на въезде они предоставят анализы с отрицательным тестом на коронавирус. Российская Федерация продлевает ограничения на международные перевозки в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения, заявляют российские власти. Таким образом, международные, воздушные, наземные и железнодорожные перевозки приостановлены на неопределенный период времени. Посольство Республики Молдова в России отмечает, что в случае необходимости транзита через территорию РФ для возвращения в Республику Молдова граждан нашей страны просят позвонить на горячую линию дипломатической миссии. Далее о политической жизни страны. Завершена подача подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, запланированных на 1 ноября. Сегодня был последний день, когда претенденты могли представить в ЦИК документы. Пока зарегистрировано 6 человек. Это лидер партии «Платформа Да» Андрей Настаси, либерал-демократ Тудор Делил, председатель нашей партии Рената Усатый, независимый кандидат Игорь Дадон, Виолетта Иванов от политической партии «Шор» и лидер ПДС Майя Санду. Еще два досье находятся на рассмотрении. Трое кандидатов отказались от участия в выборах. Председатель партии «Трудящихся» Сергей Тома также объявил о том, что выходит из президентской гонки, потому что не смог собрать необходимого количества подписей для регистрации. Однако, по словам председателя ЦИК Дарина Чемила, Тома отправил все нужные документы, кроме подписных листов, на электронный адрес Центральной избирательной комиссии. А заявка на регистрацию, поданная лидером промолдовы Андрианом Канду, была отклонена, поскольку ЦИК обнаружила в подписных листах несколько нарушений. Канду заявил, что не согласен с решением комиссии и обратился в высшую судебную палату для его обжалования. Трое первых претендентов на пост главы государства подписали кодекс поведения во время организации и освещения предвыборной кампании к президентским выборам 1 ноября. Речь идет об Игоре Дадоне, Виолетте Иванов и Дарине Киртуаке, которые пока не зарегистрированы в предвыборной гонке. Все они обязались проводить честную и беспристрастную кампанию. Согласно информации ЦИК, кодекс поведения во время организации и освещения предвыборной кампании это соглашение, обязывающее кандидатов ввести свои дела честно и беспристрастно до выборов 1 ноября. Члены ЦИК заявляют, что следование документу обеспечит лояльность и справедливость избирательного процесса. Не забывайте о запрете на использование административного ресурса, запрете на подкуп избирателей, предоставлении других товаров или услуг. Мы рассчитываем на добросовестность каждого, кто должен подписать этот кодекс поведения. Кандидат в президенты от политической партии ШОР Виолетта Иванов рассказала, что подписала документ с открытым сердцем. Приветствую решение ЦИК и призываю всех нынешних и будущих конкурентов на выборах не только подписать его, но и с уважением к нему отнестись, потому что это очень важно в этой кампании, которую мы начинаем, стартующей завтра. Я буду на протяжении всего этого периода вместе с гражданами. Президент Игорь Дадон отметил, что все кандидаты должны воздерживаться от грязных методов борьбы. К сожалению, мы должны признать, что не всегда этот кодекс соблюдается. Вы будете соблюдать его? Однозначно мы сделаем все возможное, чтобы с уважением к нему отнестись. Я считаю, что президент должен быть больше всех заинтересован в том, чтобы эта кампания стала самой прозрачной и самой демократичной за последние 10 лет. Несмотря на то, что кандидат от избирательного блока Унирия Дарин Киртуака еще не зарегистрирован, он первым поспешил поставить свою подпись под документом. Он предусматривает этику и в поведении, и во всем остальном. Люди ожидают конкуренции в проектах, идеях, но в большинстве случаев переходят на личности и на удары ниже пояса. Центральная избирательная комиссия также призывает других конкурентов на выборах подписать и соблюдать кодекс поведения. Кандидаты, зарегистрированные в предвыборной гонке, начиная с пятницы 2 октября, могут вести предвыборную агитацию. Пандемия коронавируса может стать препятствием для открытия избирательных участков за границей и для проведения президентских выборов. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации «Промолекс». В обнародованном в четверг отчете говорится, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации количество участков, открытых за границей, может быть меньше, чем сообщили в ЦИК. Между тем, Террасполь объявил, что в день выборов жители Приднестровского региона смогут беспрепятственно проследовать на избирательные участки, расположенные рядом с блокпостами. По мнению экспертов «Промолекс», важно, чтобы члены Центральной избирательной комиссии своевременно и прозрачно сообщали о возможности подобных ситуаций. В беседе с нами секретарь ЦИК Максим Лебединский заявил, что в Центр избиркоме допускают возможность сценария представленного Ассоциацией «Промолекс». Если в определенный период развитие COVID-19 достигнет уровня, при котором будет введено еще больше ограничений, которые введет и Республика Молдова, в том числе в части, касающейся открытия избирательных участков, как только возникнет ситуация, которая может помешать процессу голосования, на определенном участке об этой ситуации немедленно сообщат общественности. Лебединский также сообщил, что ЦИК находится в контакте с Министерством иностранных дел и европейской интеграции и внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в странах, где намерены открыть избирательные участки. Что касается возможности отмены президентских выборов 1 ноября, если количество случаев заражения коронавирусом продолжит расти, секретарь ЦИК сказал, что такое решение может принять только парламент. Для проведения президентских выборов будет открыто 2143 избирательных участка, из них 139 для голосования диаспоры, а в Левобережье — 42. Ранее некоторые политики раскритиковали решение ЦИК открыть такое количество избирательных участков в Приднестровском регионе и обвинили президента Игоря Дадона в том, что он заинтересован в организованном перевозе жителей Левобережья к избирательным участкам. В ответ глава государства заявил, что обвинения в возможной фальсификации президентских выборов бессмысленны. После того, как Тирасполь объявил, что жители Приднестровского региона смогут беспрепятственно добраться до места голосования, он потребовал, чтобы участки находились в непосредственной близости к блокпостам, и там были соблюдены все противоэпидемические меры. Заявление было сделано после того, как самопровозглашенные тираспольские власти продлили режим ограниченного въезда и выезда до 1 декабря 2020 года. Фермеры, которые разводят домашний скот, смогут получать государственные субсидии и будут освобождены от уплаты налогов за домашних животных. Соответствующий законопроект представила сегодня на брифинге в парламенте заместитель председателя парламентской фракции партии ШОР Виолетта Иванов. Депутат считает, что эта инициатива имеет большое социальное значение, особенно сейчас, когда крестьяне отказываются разводить домашний скот из-за засухи и отсутствия поддержки государства. Депутаты предлагают освободить от налога тех, кто разводит домашний скот, но не использует их в экономической деятельности. Виолетта Иванов подчеркнула, что предложение направлено на восстановление поголовья крупного рогатого скота, сокращение бедности в сельской местности и обеспечение граждан качественными и экологически чистыми продуктами. Законопроект направлен прежде всего на сокращение бедности в сельской местности, чтобы побудить жителей сел развивать этот сектор, увеличивать производство и потребление здоровой пищи. Поэтому инициатива также имеет социальную значимость. Это приведет и к увеличению продолжительности жизни сельского населения. Во время весенней и летней сессии парламента депутаты от партии ШОР подготовили и вынесли на рассмотрение 18 законопроектов, в основном в социальной сфере. Однако все инициативы были отклонены парламентским большинством. К другим темам. Спасатели продолжают помогать жителям Гагаузии бороться с последствиями проливных дождей. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в Камрате задействованы десятки единиц спецтехники для вывоза воды и грязи, попавших в жилище. Также на помощь пострадавшим от непогоды пришло большое количество карабинеров и военнослужащих республики. В настоящее время 155 сотрудников ГИЧС и 33 единицы спецтехники находятся в Камрате для помощи населению. Они откачивают воду и убирают ил и грязь из домов жителей, пострадавших от ливневых дождей. Более полусотни солдат национальной армии прикомандированы при оказании помощи в устранении последствий непогоды. В среду спасатели, полиция, карабиниры и военнослужащие совместно с местными властями провели работы по очистке грязи в 27 домах города. Были также расчищены три колодца и некоторые участки дороги. К газоснабжению подключено почти 400 потребителей. Размер ущерба определяется комиссией по чрезвычайным ситуациям. Уточним, премьер-министр Ион Кику вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах побывали в пострадавшем регионе, после чего заявили, что на ликвидацию последствий будут выделены деньги из резервного фонда. Некоторые жители Гагаузии сообщили нашей съемочной группе, что больше не доверяют заявлениям властей, потому что далеко не все из них получили обещанную материальную помощь после сильного наводнения в июне. Во время визитов комрад Игорь Дадон заявил, что окажет финансовую поддержку всем пострадавшим семьям. Пресс-секретарь президента Кармена Лупей не ответила на телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Из-за проливных дождей, прошедших во вторник, река Елпук вышла из берегов, в результате чего было подтоплено 39 домовладений, 10 из которых нужно восстанавливать с нуля. Также пострадали складские помещения в Камрате и 10 домов в селе Дизгинжа. Стихийное бедствие нанесло ущерб и в населенных пунктах Леовского района, где затопило более 20 домов. В Чемишлийском районе пострадало 16 домов в 4 населенных пунктах. Несмотря на то, что считают себя сторонниками России, местные избранники от ПСРМ в муниципальном совете Кишинева заблокировали предложенный Конгрессом русских общин проект строительства детского культурного центра. Об этом заявил муниципальный советник Кишинева от политической партии ШОР Валерий Клименко на заседании КМС. По его словам, в этом виноват социалист Василий Киртока, который путем манипуляций заставил других муниципальных советников отклонить этот проект. По словам Валерия Клименко, 11 лет назад Конгресс русских общин арендовал землю у муниципального совета Кишинева для строительства детского образовательно-культурного учреждения. Как президент Конгресса, советник от политической партии ШОР нашел итальянскую компанию, которая должна была вложить деньги в строительство здания. И оно началось бы, если бы советники-социалисты годами не вставляли палки в колеса, объясняет Валерий Клименко. В 2017 году проект был аннулирован после того, как представитель ПСРМ Василий Киртока путем лжи и подлога повлиял на своих коллег, чтобы отменить решение о сдаче в аренду земли, говорит Клименко. Впервые за 30 лет город должен был получить бесплатно детское, культурное, образовательное учреждение. Василий Киртока под предлогом того, что это строится как бы в парке, обманул муниципальных советников и организовал отмену решения муниципального совета по передаче Конгресса Русских общин земельного участка. Клименко утверждает, что Василий Киртока заблокировал задуманный проект, преследуя определенные личные интересы. Как так? Человек, который находится в партии социалистов, который себя называет партией-друзьями России, который лидер этой партии, господин Данон, регулярно общается с президентом России, рассказывает президенту России, как они так любят российских соотечественников. И на этом фоне они делают такую пакость Конгрессу Русских общин, самой крупной общественной организации Молдовы. Советник-социалист Василий Киртока на заседание не присутствовал, но и на его защиту встали коллеги по фракции. Никаких зданий там не должно строиться. Там должно строиться так, чтобы было удобно жителям города Кишинева. Советник от ПСРМ Василий Киртока не ответил на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать вышесказанное. 18-этажное здание планировалось построить в столичном секторе Буюканы. 3000 квадратных метров жилого здания, второй и третий этажи были предназначены для размещения детского центра. Остальные этажи планировались под жилье, которое итальянская компания должна была продать, чтобы вернуть свои деньги, не получая от этого никакой прибыли, уточнил муниципальный советник Валерий Клименко. Сегодня 53 пенсионера из Аргеева, которые обратились за помощью в мэрию города, получили единовременное пособие. Мероприятие, проведенное в Международный день пожилых людей, проходило в здании при мэрии. Пенсионеры рассказали, что на полученные деньги они смогут купить лекарства и оплатить коммунальные услуги. В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, десятки жителей Аргеева получили материальную помощь от местных властей. В такой день от имени примара Аргеева Павла Вережану, а также от всей команды при мэрии, примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. Мы с удовольствием это делаем, потому что это моральная поддержка, и важно знать проблему людей, которые мы стараемся решать. Получившие помощь пожилые люди рассказали, что у них маленькая пенсия, и деньги, которые они получают, не покрывают их расходы. Помощь, предложенная при мэрии Аргеева, стала спасением для многих людей, которые пришли на мероприятия. Для нас это важно, учитывая, что 1500 леев совсем не хватает, чтобы оплатить те же коммунальные услуги. Мы от всей души благодарим за заботу, которую к нам проявляют. Конечно, поможете. Для чего? Чем улучшится? На лекарства хотя бы. В течение года единовременную помощь получили около 900 жителей Аргеева. На поддержку этой инициативы из годового муниципального бюджета выделяется около 600 тысяч леев. Однако из года в год цифра увеличивается, потому что растет количество желающих получить помощь. В 2020 году было выделено около 500 материальных пособий на сумму в размере от 500 до 1000 леев. Население в Молдове быстро стареет. С каждым годом количество людей старше 60 лет увеличивается, а все меньше людей доживают до 85-летнего возраста. Такие данные были представлены Национальным бюро статистики по случаю Международного дня пожилых людей. По статистике, за последние 4 года количество людей, достигших возраста 85 лет и старше, уменьшилось. Если в 2016 году к этой возрастной категории относилось 4,5% населения страны, то в 2020 году этот показатель снизился почти на 4%. В то же время уменьшилось количество людей в возрасте от 60-64 лет до 75-84 лет. Однако число пожилых людей от 65 до 69 лет увеличилось почти на 3%. Таким образом, люди этой возрастной категории составляют более 28% населения. По данным, представленным Национальным бюро статистики, пожилые женщины живут дольше мужчин, а также смертность мужчин превышает смертность женщин. Основными причинами чаще всего являются болезни системы кровообращения, туберкулез, злокачественные опухоли и болезни органов пищеварения. С начала пандемии COVID-19, то есть с марта и по 27 сентября, было подтверждено около 51 тысячи случаев заражения новым коронавирусом среди пожилого населения. Примерно 1300 инфицированных скончались. Статистика показывает, что более 70% людей, заразившихся вирусом, это те, кому от 60 до 69 лет. 23% — люди в возрасте от 70 до 79 лет. Чуть больше 6% инфицированных — те, кому 80 лет и старше. Согласно данным, почти 50% умерших от осложнений, вызванных COVID-19, были в возрасте от 60 до 69 лет. Около 35% — от 70 до 79 лет, а 16% — от 80 лет и старше. По статистике, размер пенсии у женщин на 20% меньше, чем у мужчин, и этих денег пожилым людям недостаточно для покрытия их расходов. Согласно показателям, минимальная пенсия покрывает прожиточный минимум лишь на 63%. Городские пожилые жители тратят больше, чем жители сёл, и почти половина денег уходит на продукты питания. На начало этого года в Молдове проживало около 575 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет почти 22% населения страны. В Олежском районе бездыханное тело 15-летнего подростка из села Катранек нашли на обочине дороги. По данным полиции, мальчик ушёл из дому ещё в прошлую пятницу, но только вчера сотрудники правоохранительных органов узнали об его исчезновении. Нам сообщили об исчезновении ребёнка вчера, хотя 15-летний мальчик не появлялся дома с пятницы. Сотрудники правоохранительных органов немедленно начали поиски. После предпринятых мер полиции Фалешт, вчера примерно в 18.00 несовершеннолетнего нашли мёртвым на дороге между населёнными пунктами Катранек и Глинжены. Позже полиция установила, что подросток скончался после того, как его сбила машина. Правоохранительные органы ищут водителя, который виновен в смерти мальчика. Хаосы, ночные крики на одной из столичных улиц. Несколько девушек были задержаны полицией после того, как одна из них нарушила правила дорожного движения, проехав на красный свет, а затем отказалась предъявить документы представителям правоохранительных органов. Более того, женщины сопротивлялись и использовали нецензурную лексику в адрес представителей правоохранительных органов. Инцидент произошёл в среду вечером около 21.00 на столичной улице Петриканы. Патрульные заметили и пытались остановить машину, проезжавшую на красный свет. За рулём была 19-летняя девушка. На заднем сидении автомобиля находилось ещё пять женщин, в том числе 12-летний подросток. По данным полиции, водитель наотрез отказалась предъявить документы, а пассажирки снимали происходящее на телефон. Вели себя агрессивно и использовали нецензурные слова в адрес сотрудников полиции. Чтобы успокоить правонарушительниц, полицейские применили слезоточивый газ и надели на женщин наручники. Впоследствии девушек доставили в инспекторат полиции сектора Рыжкановка. Было установлено, что автомобиль принадлежит матери 19-летней девушке, которой ранее уже применяли санкции за игнорирование красного света светофора. В результате возбуждено три дела о правонарушениях. Владелец автомобиля, мать водителя дебоширки, будет наказана за то, что разрешила своей дочери без прав и без доверенности на машину управлять транспортным средством. А 19-летняя девушка получит штраф за вождение без документов и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Еще семеро победителей конкурса «Смотри и выигрывай» стали обладателями призов, потому что внимательно смотрели центральное телевидение. Счастливчики говорят, что потратят полученные деньги на детей и на поддержание здоровья. Григорий Бучка из села Куболта с Инжирейского района недавно стал отцом. К этой радости прибавилась еще одна – новость о выигрыше в конкурсе центрального телевидения «Смотри и выигрывай». Это подарок от центрального телевидения для жены, которая недавно родила. Спасибо большое, это помощь для нас. Как-то неожиданно, но очень приятно. Для Андрея Кикуша из села Погребена Аргеевского района выигрыш стал настоящей неожиданностью. Я очень рад. Думал, что это розыгрыш. Вечером на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я забрал деньги. И Галина Шаптифрадз из Олешкань-Шалдонежского района с радостью пришла на центральное телевидение, чтобы забрать выигранный приз. Спасибо вашему руководству, вашей программе. Побольше таких хороших и реальных дел. И, как говорится, смотрите, играйте и выигрывайте. Правила конкурса «Смотри и выигрывай» просты. Участники должны отправить на номер телефона, указанное на экране, СМС-сообщение с четырехзначенными кодами в том порядке, в котором они появляются в эфире. С понедельника по пятницу зрители могут выиграть по тысячу леев, а каждые выходные по две тысячи леев. Благодаря поддержке благотворительного фонда «Мирон Шор» этим летом сотни зрителей, принявших участие в розыгрышах центрального телевидения, выиграли ценные призы. На сегодняшний день более трехсот человек получили подарки на сотни тысяч леев и даже два автомобиля. Смотрите центральное телевидение. Участвуйте и выигрывайте. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Барсан. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин